Вчера, 7 марта, стали поступать сведения о чрезвычайной ситуации, возникшей вокруг одной из московских синагог. В тот момент, когда мы записываем пятый пункт, нам неизвестно, о каком объекте идет речь. Но что известно на данном этапе, Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России, ФСБ, сообщил следующее. На территории Калужской области пресечена деятельность ячейки, запрещенной в России международной террористической организации Вилаян Харасан, исламское государство Харасан, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы, говорится в сообщении. По информации ведомства, силовики раскрыли агентов террористической организации Вилаян Харасан из-за того, что они занимались сбором соответствующих сведений. Так их удалось вычислить. Кроме того, злоумышленники вели подготовку к совершению нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. ФСБ также позже показало видеоролик с нейтрализованными в Калужской области. В начале этого ролика мы видим, как автомобили спецслужбы подъезжают к деревянному дому, окруженному забором. А далее нам показывают оперативников, стоящих в комнате с телами террористов, убитых при задержании. И на полу лежит их оружие. Показан инвентарь. Это патроны, холодное оружие, маски, карта Москвы, различные химикаты для изготовления самодельных взрывных устройств. Еще раз скажу, я ничего не знаю о том, на данный момент, на какое именно учреждение готовилась атака. В Москве известных действующих синагог на данный момент четыре. Почему известных? Потому что есть довольно большое количество еврейских объектов, в том числе молитвенных домов, временных мест. Это сегодня уже десятки заведений. Поэтому гадать тут не приходится. Если нам что-нибудь станет известно, мы позже об этом тоже сообщим. И пока неизвестно, о каком именно учреждении идет речь. Что можно сказать о террористической организации «Исламское государство Харасан», запрещенной в Российской Федерации, это филиал «Исламского государства». Филиал этот называется по названию несуществующей провинции Харасан. Это несуществующий регион, который был когда-то расположен на территории современных провинций северо-восточного Ирана, южного Туркменистана, Афганистана, Узбекистана и Таджикистана. И этот сам Вилаяд Харасан считается одной из самых радикальных исламистских группировок. Она появилась, стала неизвестна впервые в Афганистане в конце 2014 года. Она состояла из пакистанских боевиков, уходивших от наступления пакистанской армии. Потом группировка совершила десятки смертоносных нападений и терактов. Основатель группировки Абдул-Руф-Ализа был командиром талибов на провинциальном уровне, но в 2014 году рассоялся с руководством Талибана и был убит в результате удара американского беспилотника в феврале 2015 года. С того времени пути Вилаяд Харасана и Талибана разошлись. То есть Вилаяд Харасан считается прибежищем для более радикальных, чем талибы. Исламистов, которые считают талибов чуть ли не соглашателями. В частности, во время вывода американских войск, если вы помните эти картинки из Кабульского аэропорта, а потом взрыв в Кабульском аэропорту, ответственность за этот взрыв взяла на себя именно Вилаяд Харасан. И это был такой щелчок по носу именно Талибану, который подписал обязательство не открывать огонь до вывода войск. В последние дни эта организация прозвучала несколько раз и кажется, это все как-то взаимосвязано. Террористический акт с использованием взрывного устройства был предотвращен у посольства России в Кабуле. Так заявили киргизские политологи в своих телеграм-каналах. Как сообщили источники этих телеграм-каналов, знакомые с ситуацией, 3 марта сотрудники российской депрессии в столице Афганистана обнаружили у входа в посольство взрывное устройство. Российские представители обратились к Талибам с просьбой прислать специалистов по разминированию. Такая группа была прислана, взрывное устройство обезврежено. И основная версия силовиков в разных странах была в том, что за попыткой теракта с подрывом посольства стояла именно эта организация, Белая Адхарасан. Кроме того, 28 января стрельбу в католической церкви Стамбула тоже устроили эти боевики из таджикской ячейки Белая Адхарасан. Задержанные по делу нападений, за исключением трех жителей Турции, были гражданами Таджикистана. И вот этот эпизод, он еще об одной важной истории. Дело в том, что Белая Адхарасан устраивает свои террористические акты не только против политических своих целей, но и против культовых зданий неправильных религий. А это все религии, кроме ислама, но и против неправильных версий ислама. Эти самые Белая Адхарасан принадлежат теологически, если можно о террористах так говорить, к самой пуристской версии суннитского ислама. То есть, они исторические враги, в первую очередь, шиитов. Так что, можно сказать, что и с Ираном они находятся в крайне тяжелых отношениях. Время от времени данные о их деятельности появляются с территории Киргизии, с территории Киргизстана. То и дело, какие-то арестованные организаторы каких-то террористических актов и так далее признаются в своих связях с Белая Адхарасан или даже у них содержатся какие-то доказательства того, что они принадлежат к этой организации. И вот, в частности, недавно появились какие-то записи киргизских правовиков, силовиков, которые показывали неких подростков, арестованных за подрыв новогодней елки или за подготовку этого подрыва. И вот они тоже признавались в своих связях с этой организацией. Поэтому, если предположить, что пока она на этапе следствия и в полном дефиците каких-либо сведений об этом говорить сложно, но если предположить, что это действительно боевики Белая Адхарасан, и они действительно готовили теракт против синагоги, это очень в русле этой организации и в русле ее деятельности. Но надо сказать, что это вообще такой общий тренд террористических исламистских объединений различных. Самое страшное, что приходит на ум, это чудовищный теракт 1994 года в Буэнос-Айресе, организованный против еврейского общинного центра, при котором погибли сотни людей, еврейского общинного центра Амия. Но и нынешние нападения на прихожан разных синагог, на этой же неделе мы узнали о нападении на человека, который вышел из парижской синагоги, на человека, который был возле цюрихской синагоги. Исламисты устраивали, не допуская никого, кто пытался войти, демонстрацию у монреальской синагоги, и, в частности, держали плакат в синагоге пособники геноцидов Газии. Так что это, если можно говорить, межконфессиональная история обвинения евреев во всем мире, и, в частности, синагоги в ответственности за геноцид, как они это называют, в Газии. Так что выглядит все это чрезвычайно правдоподобно. Если все так, как есть, то, конечно, спасибо представителям служб безопасности российских, которые выследили, обезвредили этих террористов, которые потенциально предоставляли огромную угрозу для евреев, не только Москвы. Но это, конечно, не просто сигнал, а это, собственно, колокола, которые бьют, говоря о безопасности евреев во всем мире. Потому что евреев, вот уже и в России, становятся первыми целями для террористов, так называемых борцов за основы исламистского порядка и так далее. И, пожалуй, в России в этом смысле обезопасивание и обезвреживание этой ячейки это еще и сигнал того, что и действия по безопасности еврейских объектов, и действия по отслеживанию различных потенциальных террористов приобретают совершенно новое значение. Оказывается, и евреи, и России находятся на передовой линии борьбы с террором. Будем следить за происходящим, будем вам об этом рассказывать. Спокойной всем субботы. Шабад шалом. Продолжение следует...